Областной совет ветеранов сегодня собрался на девятую ежегодную отчетно-выборную конференцию. По понятным причинам прошла она в онлайн-формате. Руководитель крупнейшего в регионе объединения представила отчет о работе организации за год. Участие в заседании принял глава региона Андрей Никитин. Новгородская областная организация ветеранов – одна из самых авторитетных и массовых в регионе. Благодаря ей тысячи пожилых людей не замыкаются у себя дома. Увлеченно занимаются творчеством, спортом, участвуют в программах социального туризма. Особого внимания заслуживает работа ветеранов по патриотическому воспитанию детей и молодежи. Актив ветеранских организаций, участники и ветераны совместно с областными и муниципальными органами власти участвовали как в повседневной патриотической работе в школах и учебных заведениях, так и в проведении масштабных патриотических торжеств. В проведении уроков мужества в школах и учебных заведениях всегда на первом плане были фронтовики и участники Великой Отечественной войны. Андрей Никитин поблагодарил ветеранов за активную позицию и поддержку в самых важных для области вопросах и вручил пятерым членам Совета благодарности президента Российской Федерации. Глава региона отметил, что благодаря ветеранской организации реализуются многие областные проекты, которые охватывают более 100 тысяч жителей региона. Наверное, самая важная задача, это опять-таки инициатива нашего региона, это федеральная программа по восстановлению памятников и воинских захоронений. Она идет, вы видите ее результаты уже во многих районах, она также будет продолжаться. И, конечно, очень важно, чтобы она делалась с учетом мнения ветеранских организаций на местах. Важно, чтобы, по-простому говоря, вам нравилось то, что сделано. Областная поддержка реализации программ по улучшению жизни ветеранов будет продолжена. В ближайшее время откроется гериатрическое отделение госпиталя, а вскоре начнется строительство нового дома ветеранов. Глава региона сообщил также о своем решении увеличить субсидию муниципалитетам на программу «Дорога к дому» и призвал ветеранов принимать активное участие в распределении этих средств.